Всем привет, с вами Дмитрий Риценко, и сегодня я снова хочу показать вам шахматную классику, а именно шахматную историю, и хочу показать вам две партии Джоакина Грека. Ну прежде всего буквально пару слов про Грека, я думаю вы слышали такую фамилию, если увлекаетесь шахматами. Итак, Джоакина Грека это один из лучших, если не лучший игрок 17 века, и по сути он основатель итальянской школы романтизма, то есть он играл такие открытые, живые, интересные шахматы. Другое дело, что конечно же часто уровень его соперников был слишком слабый, но тем не менее, как раз таки очень часто, опять же таки, партии с участием Грека заканчивались просто прямой атакой на короля своего соперника. Ну и давайте разберем два примера, которые конечно же тоже закончились матом сопернику. Итак, Грека играет белым, и против него играет неизвестный соперник. Итак, Е4, Е5, Конь Ф3, ну и уже на втором ходу стало понятно, что соперник не очень сильный, поскольку он сделал ход Ф6. Ну понятно, что этот ход сразу не проигрывает за черных, но тем не менее, конечно, сильнее сыграть, допустим, Конь С6, Конь Ф6, Д6, но уже никак не Ф6 на поле Ф6. Итак, далее последовало С4 и Ф6, то есть это просто продолжение неудачного плана, очевидно, что Ф6 так рано не может входить в игру, и здесь безусловно черные заметили то, что после хода Ф6 они нападают на обе белые пешки, но понятное дело, что в этой позиции гораздо важнее развитие, и естественно, что ход Ф6 тоже не может быть сильным. Здесь Грека играет правильно, он, естественно, что делает короткую рокировку, то есть у него уже вышло две легкие фигуры, плюс король убежал от центра, соответственно, ладья готова выйти на поле Е1, ну и в этой позиции последовала решающая ошибка, то есть последовало продолжение неудачного плана, а именно выигрыша пешки в дебюте, то есть ход Ф4. Если за черных посмотреть другие ходы, которые будут более сильными, допустим, такой ход, как конь C6, либо D6, например, D6, то в этой позиции, безусловно, у белых большой позиционный перевес, однако нету конкретных угроз, в принципе, позиция черных еще вполне нормальная, то есть так и нужно было играть за черных. Но, однако, здесь соперник Грека сыграл Ф4, ну и в этой позиции у белых есть много способов, как получить большой перевес, один из самых сильных ходов, это просто ход слона F7, то есть такая вот несложная тактика, идея состоит в том, что в случае хода короля F7, черные просто теряют ферзя, то есть белые играют конь C5 шаг, ну и далее на любой ход короля играют конь Е4, то есть у белых лишней ферзи выигранная позиция. Именно поэтому, конечно же, ход короля F7 не последовал, черные сыграли сильнее король Е7, но, однако, после хода король Е7 все равно здесь белые, безусловно, побеждают. Они играют ладья Е1, усиливают давление, ну и после ферзи F4 ладья на поле Е5. В этой позиции соперник Грека допустил последнюю ошибку, он сыграл король на поле Д8, после чего последовал мат ладья Е8, но, однако, стоит сказать уже, что после хода ладья Е5 все равно позиция черных прольганы, как они не будут играть. То есть, допустим, в случае самого интересного хода, а именно король F7, все равно белые быстро побеждают. Они либо выиграют ферзя, либо просто ставят мат. То есть, далее вариант такой, белый играет D4, включает в атаку слона, ферзь уходит из-под боя, то есть черные играют, допустим, ферзь на поле F6, ну и далее конь G5 шаг. Здесь, чтобы не получить мат черным, нужно играть ферзь G5, но, опять же, после ферзи G5 и слон G5 у белых лишний ферзь, и плюс еще и решающая атака на черного короля. Но, в случае хода короля на поле G6, где дают мат 4 хода. Далее белый играет ферзь D3, ну и, допустим, король F5 G4, ну и в случае хода король F6, конь на F7 мат, то есть здесь черные получают мат даже еще быстрее, чем 4 хода. Если они хотели немножко продлить сопротивление, то могли отдать ферзя, но понятное дело, что все равно белые там выигрывали. Ну что ж, такая вот партия, одна из первых партий Грека в мегабазе, где его соперник выбрал неправильный план, а именно поедание пешек в дебюте, причем поедание пешек с помощью ферзя. Ну и понятное дело, что все это не может хорошо закончиться, ну и вот уже, по сути, на четвертом ходу исход партии был предрешен, когда черные сыграли ферзь E4, ну и далее после стоны F7 белые просто атакуют на черного короля и, естественно, побеждают. Ну что ж, давайте посмотрим вторую партию Джекина Грека, которую тоже он играл за белых и которую тоже он закончил матом королю соперника. Итак, Грека белыми и за черных играет снова неизвестный соперник на E4, E5 и здесь Грека избрал королевский гамбит, пожалуй, самый романтичный дебют в истории шахмат. Итак, F4, ну и в этой позиции последовал ход D5, то есть ход D5 это контр-гамбит Фолькбейера, хотя в будущем черные могут перейти и к обычному принятому королевскому гамбиту. Ну что ж, здесь Грека играет ED, ну и в этой позиции, безусловно, за черных два главных хода это E4 либо EF, ну допустим E4, то есть контр-гамбит Фолькбейера, но последовал здесь ферзь D5. В принципе, ход тоже вполне возможный и после этого хода у черных здесь нормальная позиция. Ну что ж, далее Грека сыграл конь C3, ход логичный и сильный, ферзь D6, конь F3 и EF. Здесь оба соперника играли довольно сильно, ну и в этой позиции Грека сделал довольно странный ход, а именно король на поле F2. То есть ход, безусловно, возможный, но тем не менее, конечно же, можно было сыграть по-другому, допустим, слон на поле E2, и при этом у белых оставалась возможность в будущем уйти в рокировку. Тем не менее, король F2 это не ошибка, это вполне возможный ход, и до этого момента черные тоже пока играли неплохо, ну и в этой позиции нужно было просто заканчивать развитие, то есть сыграть, допустим, слон E7, ну и в ответ на ход белых D4 пойти конь F6. В будущем черные ходят короткую рокировку, ну и безусловно, у них здесь вполне нормальная позиция, и особых проблем пока здесь нет. Но однако черные ошиблись, и вместо хода слон E7 в данной ситуации сыграли слон C5. Ход, конечно же, темповой, но он нарывается, можно сказать так, на ответный темп со стороны белых, а именно D4. То есть D4 белые так и так хотели сыграть, но и в этой позиции черные просто стали под темп. Здесь уже, чтобы не получить сильно большие проблемы, черным нужно было сыграть все-таки слон E7, в той ситуации у черных тоже, безусловно, уже есть проблемы, но тем не менее, не такие большие, как в случае того хода, который был в партии, а именно ход слон D6. Слон D6, по сути, уже решающая серьезная ошибка, поскольку здесь белые играют слон B5, но и выясняется, что в этой позиции белые просто рано или поздно выигрывают ферзя, либо же ставят мат черному королю. Но в этой позиции стоит отметить, что если черные играют, допустим, C6, либо конь C6, либо слон D7, то последует, конечно же, ход ладья E1, и здесь за счет связки белые выигрывают ферзя. Если же уйти королем на поле F8, либо на поле D8, в партии вот был ход короля F8, тогда все равно следует ход ладья E1, но и выясняется, что в случае ухода ферзя черные просто получают мат. То есть партия закончилась тем, что черные сыграли ферзи F5 и ладья E8, то есть снова грека поставил мат, причем, что характерно, поставил мат как о прошлой партии, ладьей и слоном. Ну, также, я думаю, очевидно то, что если бы ферзь никуда не ушел, а черные сыграли бы, например, кони F6, то теперь понятно, что после ладья E6 у белых ладья за ферзя, то есть, по сути, лишний ферзь, ну, естественно, что легко выигранная позиция. Так что, что хочу сказать, вот такие вот довольно интересные партии проходили бы в начале 17 века, безусловно, здесь ошибались оба соперника, ну, в этой партии, безусловно, ошибался больше соперник, который играл за черных, но грека здесь просто провел такую вот несложную атакующую идею и в итоге поставил мат уже на 10-м ходу. И, в принципе, могу так тоже сказать, что если вам интересны такие вот коротенькие партии Джеки и на грека, то я с удовольствием тоже в будущем их буду рассматривать, потому что думаю, что сама по себе идея достаточно, в общем-то, занимательная, где мы смотрим с вами историю и смотрим такие вот стандартные идеи атаки на короля соперника, когда соперник играет не очень сильно. Ну что ж, спасибо всем за внимание и до скорых встреч уже в новых видеороликах.